Коллеги, я позволю себе на примере клинического случая рассказать вам про все широкое многообразие лечебных подходов при метастатическом раке поджелудочной железы. Вот пациент, который два года назад к нам обратился и до сих пор лечится. В 2017 году, в июне месяце, он заболел при обследовании, выполненном в хирургическом отделении онкологического научного центра. У него была выявлена опухоль тела поджелудочной железы. Очаг в печени по МРТ неясной теологии не удалось верифицировать. И высокий онкомаркер СЕ19-9 имел сопутствующую патологию, которая при этом не препятствовала, была компенсирована, не препятствовала проведению современных методов лечения у данного пациента. Он был прооперирован до первого этапа, им была выполнена резекция печени с очагом, который оказался метастазом. Таким образом, у пациента была выполнена операция, у него не было макроскопических проявлений заболевания, но этот пациент является метастатическим за счет удаленного метастаза из паранхемы печени. Вопрос в том, какой вариант химиотерапии мы предложить. Я на слайде сконцентрировал основные режимы с химиотерапией, которые в моей клинической практике наиболее часто врачи в России назначают. Мы, я не знаю, у нас, наверное, нету, нету, Любовь Юрина, времени на голосование. Хорошо. Ну, я думаю, что у нас нет на это времени, поэтому, размышляя относительно того, какой вариант лечения предложить данному пациенту, то, конечно, мы имеем в виду, что пациенты, которые получают монотерапию гемзаром, они выиграют меньше всего, это совершенно малоэффективный вариант химиотерапии. Пытались все время увеличить эффективность гемцитабин за счет комбинации с его, с ним. Комбинация с эрлотинибом не нашла широкого применения, потому что увеличила продолжительность жизни больных всего на 10 дней. При местно распространенном раке подживочный желудок, наоборот, ухудшила продолжительность жизни, не применяется в клинической практике. Комбинация гемцитабин с капицитабином – это стандарт одевантной терапии у нас и во всем мире. И данные, которые мы имеем по этой комбинации при метастатическом раке, разочаровывающие. Они гемцитабин в монорежиме и гемцитабин с капицитабином при метастатическом раке абсолютно равны. Эффективны только при ретроспективном поданализе у больных с карновским 90-100%, чуть-чуть пользы от капицитабина имеется. Но это ретроспективные данные, они могут быть несбалансированными, мы не можем им доверять. Комбинация с платиной, с оксалиплатином, с цисплатином. Широко используем в нашей стране комбинации. Схема отличная, хорошо переносится, но они работают по сравнению с монотерапией гемцитабином. Абсолютно равные результаты по продолжительности жизни в нескольких рандомизированных исследованиях третьей фазы, достаточно убедительных. Единственное, где работают платины, это при наличии мутации Берсей. Мутация Берсей – событие редкое при раке поджелудочной железы, всего 4% по нашим данным. Но у них, конечно, добавление платины принципиальным моментом является. То, что действительно работает, и то, что имеет право на существование в клинической практике, это режим Фолференокс. По данным опубликованного в 2011 году исследования Аккорд-11-Продиж-4, Фолференокс существенно превзошел гемцитабином в режиме с точки зрения выживаемости, без прогрессирования продолжительности жизни. Различия были клинически значимыми, но этот режим крайне тяжелопереносимым является из-за гематологической токсичности, из-за нейтропении в первую очередь, из-за негематологической токсичности. Слабость, рвота, диарея, сенсорное поле нейропатии – все это лимитирует использование этого режима химиотерапии в клинической практике только для пациентов с охранных. А больные раком поджелудочной железы далеко не всегда бывают с охранными. Поэтому вариант лечения, который мы можем рассмотреть у больных в менее удовлетворительном состоянии, у больных в удовлетворительном состоянии – это комбинация гемцитабина с напоколитокселом. Она превзошла монохимиотерапию гемцитабином с точки зрения выживаемости, без прогрессирования частота объективных эффектов увеличивалась в три раза. И, что самое главное, она превзошла по показателям продолжительности жизни больных. Не имея, к сожалению, сравнительных анализов двух самых эффективных при раке поджелудочной железы режимов химиотерапии – фулферинокс и гемцитабина с напоколитокселом, я могу только привести данные, опубликованные данные ретроспективные. Один из наиболее крупных американских анализов показал, что с точки зрения эффективности эти два режима являются одинаковыми с точки зрения отдалённых результатов лечения, с точки зрения продолжительности жизни. Но при этом имеется разница в профиле токсичности. У комбинации гемцитабина с напоколитокселом существенно меньше была такая, скажем, социально значимая токсичность, во всяком случае имеющая наибольшее значение для пациентов, как тошнота и рвота, частота мукозитов была меньше, частота слабости, диареи. Это такие побочные эффекты, которые наших пациентов беспокоят в большей степени. Таким образом, нашему пациенту, которому выполнена была дистальная субтотальная резекция, резекция печени, мы начали химиотерапию первой линии комбинации гемцитабина и напоколитоксела. Мы получили умеренную токсичность, что нас затормозило, это развитие пароксизма в мерцательной аритмии, где-то к шестому курсу химиотерапии. Маркирование полностью не нормализовалось после шестого курса, но поскольку не было признаков заболевания по данным компьютерной томографии, мы остановили лечение на шести курсах, хотя в целом мы этим пациентам предлагаем метастатическим ракам поджелудочной железы лечение без прогрессирования, имея в виду, что меньше половины из них приходит к химиотерапии второй линии по причине быстрого ухудшения состояния и невозможности назначить химиотерапию второй линии. Болезнь эта у этого пациента повела себя так, как она обычно себя ведет, в случае, если мы имеем дело с такой болезнью, как рак поджелудочной железы. Только закончили химиотерапию, первый контроль, через два месяца и болезнь возвращается, появилось два метастаза в печени. Других проявлений заболевания не было, существенно вырос онкомаркер с 236 до 4000. У него сохранялся полинеиропатии первой степени, поэтому мы ему назначили режим фолферинокс. Пациент в удовлетворительном состоянии пришлось снизить дозу оксалиоплотина с 85 в стандарте до 65 из-за нейропатии. Лечение он перенес хорошо, хотя пациент немолодой, вторая линия, после операции назначили поддержку филограстима в рамках первичной профилактики нейтропении. Однако это лечение пациенту совершенно не помогло. Метастаз печени увеличился, один из двух, маркер вырос почти в два раза. И в итоге многообразие режимов химиотерапии рака поджелудочной железы для данного пациента, по сути, закончилось, потому что все эффективные режимы мы исчерпали. Первая линия химиотерапии, вторая линия химиотерапии, в общем-то всё. Попытка индивидуализации лечебного подхода была произведена. Мы секвенировали кровь на мутации в генах Берсей, мы не выявили мутаций. В опухоли не было выявлено микрослитной нестабильности. И мы стали перед достаточно сложной проблемой у этого пациента. Либо мы назначаем повторную химиотерапию на основании гемцитабина, хотя он запрогрессировал через два месяца после её окончания. Либо мы пытаемся сделать дополнительный молекулярный анализ с его опухолевым материалом, у достаточного пациента. Либо мы просто назначаем пациенту симптоматическую терапию, что жалко, потому что пациент в удовлетворительном состоянии. По правде говоря, в дополнительные молекулярные анализы при раке поджелудочной железы я не очень верю, потому что это редкие события, в отличие от других многих солидных опухолей. Одни редко встречаются, а другие, например, хердванеоамплификация просто не работает. Есть хердванеоамплификация, тростозумаб не работает. Это доказано. Потому что есть мутация Киерас почти во всех случаях. Мы назначили ему комбинацию гемцитабина и напоклитоксела повторно. Третья линия химиотерапии дала о себе знать, и поэтому во время первого курса мы получили достаточно серьёзное осложнение фибрильной тропини, которое осложнилось двусторонней панемонией, из-за чего нам пришлось снизить дозы препаратов, начиная со второго курса. У пациента была переносимая токсичность лечения. У него усилилась нейропатия ближе к четвёртому курсу лечения. Возникли отёки нижних конечностей. Это всё побочные эффекты химиотерапии. Была умеренная степень нейтропении и тромбоцитопении. Лечение мы прервали после четвёртого курса, из-за того, что у пациента возникла флегмона правого приплечья, которая потребовала широкого вскрытия этой флегмоны. Пациент, бывший спортсмен, неудачно отжался. И в итоге мы лечение ему прервали. После четырёх курсов химиотерапии мы получили частичную регрессию на реинтродукции. На поклитокселы и гемцитабину существенно снизился онкомаркер. И уменьшились те два метастаза в печени, за которыми мы следили. Эти данные, которые мы получили для этого пациента, они в принципе являются отображением того, как сейчас развивается эта болезнь, потому что, по-видимому, в скором времени мы будем иметь некоторую персонализацию лечения метастатического рака поджелудочной железы. Я говорю в первую очередь об исследовании, которое в этом году было опубликовано, исследованию КОМПУС. В него включались больные, которые получали либо фолферинокс, либо гемцитабин с на поклитокселом. Там, к сожалению, не было рандомизации, но не в этом суть, потому что параллельно было выполнено молекулярное профилирование опухоли поджелудочной железы. И стратификация этой опухоли на два молекулярно-биологических потипа по данным экспрессионного анализа по МОФЕТу на базальный рак и классический потип показала, что фолферинокс совершенно не работает при базальном потипе. Таких больных меньше, но это более агрессивный потип, и вообще все больные, которые получали фолферинокс в этом исследовании, при этом потипе, они не получали никакого пользы. Медиана выживаемости без прогрессирования 2,5 месяца, то есть первая оценка эффекта, и больной слетает по прогрессированию. При химотерапии гемцитабином и на поклитокселом эффективность этого комбинации не зависела от молекулярно-биологического потипа по классификации МОФЕТа. И, по-видимому, этот пациент, мы не знаем этого, он, наверное, относится к базальному потипу, я так предполагаю, по клиническому течению его болезни. При этом это исследование показало, что мы можем стратифицировать больных, потому что экспрессия РНК транскрипционного фактора ГАТа-6 хорошо дифференцирует эти два потипа, по МОФЕТу на базальный тип и классический тип. Надо, конечно, проверить эту гипотезу, которая появилась с опубликованием этого исследования, но это данные, которые достаточно интересными. Возвращаясь к нашей клинической практике, пациент через два месяца после того, как мы прекратили химиотерапию, снова запрогрессировал. У него вырос онкомаркер, и выросли те два метастаза в печени, за которыми мы следили. По сути, имея дело с исчерпанными возможностями химиотерапии, мы решили приглядеться к тому, что пациент прогрессирует только в виде метастатического поражения печени. Выполнили ему ПЭД и выполнили ему МРТ. На МРТ нашли и на ПЭД еще один метастаз в левой доле печени. Те два метастаза были в правой доле печени. Этот метастаз в левой доле печени был в достаточно сложном месте для визуализации по компьютерной томографии. Возможно, он был и раньше, возможно, он появился. И тут, конечно, возникает вопрос, а не попробовать ли нам, как мы это хорошо умеем делать, применить локальные методы лечения у этого пациента. И обсуждая этого пациента на консилиуме, у нас в клинике были сторонники выполнения лапаротомии, резекции печени. Были сторонники и менее интенсивных, но тем не менее локальных методов лечения, таких как стереотоксическая лучевая терапия и радио. Частотная абляция. У нас есть аппарат необратимой электроаппарации, но мы не имеем опыта применения этого метода в нашем центре для метастазов в печени. Или назначить ему химиотерапию четвертой линии. Это было самое на консилиуме менее популярное решение, потому что такой химиотерапии для рака поджелудочной железы не существует. И в итоге было принято решение выполнить стереотоксическую лучевую терапию для этого пациента как менее вредную, менее инвазивную методику, имея в виду, что болезнь, хотя и является олигометастатической, но её клиническое течение показывает, что пациент прогрессирует потихонечку в виде появления всё новых и новых метастазов печени. И резекция печени для этого пациента была принята избыточным методом лечения. Она помогла, но, по сути, прошу прощения, Кота, далеко ушёл. Она помогла. Мы выполнили эту процедуру на три очага. Маркер снизился. Эти очаги удалось застабилизировать при оценке через два месяца проведения этой процедуры. Но при повторном оценке в мае этого года мы выявили у этого пациента четыре новых очага в печени и существенное повышение маркера. Что ещё раз подчёркивает, что рак поджелудочной железы, видимо, олигометастатический, совсем не такой, как метастатический колоректальный рак, в частности. И мы должны, конечно, к локальным методам лечения подходить с большой-большой осторожностью, выбирая эти методы для отдельных групп пациентов. Вот такая ситуация. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Илья Анатольевич. Вы сохранили время для нас. Можно задать вопросы. Может, даже Елене Владимировне задать. У нас кое-какое время есть. Пожалуйста. Да, сейчас. Да, пожалуйста. Первый вопрос. Цель выполнения хирургического мешательства. Цель выполнения хирургического мешательства при раке поджелудочной железы с метастазами в печени. Отличный вопрос. Этого делать не стоит. Паче, чтобы качество жизни ухудшили. Дальше. Ну, сейчас модно. Я, конечно, хирург. Мне сложно про химиотерапевтов. Но вот мы очень много говорим сейчас при колоректальном раке, при вот этой молекулярной классификации, при раке желудки. При, на сегодняшний день имеется, ну, есть, может быть, поправить, более 200 сигнальных путей. Количество сигнальных молекул, это еще вообще куча. Не получится ли так, что с каждым годом мы будем увеличивать молекулярную классификацию до того, что у каждого пациента, по сути, будет своя индивидуальная классификация. Это вообще имеет какой-то смысл на сегодняшний день? Пока продлевает жизнь, имеет смысл, конечно. Она же не продлевает. Я попытался показать, что продлевает, потому что этот больной прожил два года, он жив до сих пор и получает химиотерапию сейчас. Я могу сказать вам как хирург. Есть пациенты, которым мы ничего не делаем, по ЭКОГу выписываем домой. Жизнь такую штучку подносит, когда они через год и через полтора приезжают. Да, есть такая группа пациентов. И даже я вам больше скажу, что не просто так проводят плацебо-контролируемые исследования, потому что этот пациент может к вам вернуться еще и с частичным эффектом просто из дома на самолечение. Эффект плацебо никто не отменял, и течение болезни тоже никто не отменял. Но по данным рандомизированных исследований это продлевает пациентам жизнь. Причем есть статистическое значение продления жизни, а есть клиническое значение продления жизни. А что в этой ситуации, в этой тяжелой категории пациентов? Что я давала? Анализ, собственно, на результате фаркологического научного центра, пересмотр морфологии у больных, которые жили долго, с когда-то поставленным диагнозом расход желудочной железы, указал, что это либо нейроэндокринные опухоли, либо, по-моему, патриотип псевдокоморозный. То есть, если очень долго живет больной, без лечения, здесь вопрос для морфолога. Это попытка объяснить то, что не удается традиционной химии, то есть терапии, любой. Так, был какой-то вопрос, но вот... А вот в чем дело? Я к чему? Это тяжелая категория. Вы сделали операцию, вы ухудшили его качество. Химиотерапия ухудшила дальнейшее его качество. Не может быть, когда-то нужно... Мы тоже стоим перед такой диреммой. Когда-то остановить и лучше проводить лучше поддерживающую терапию качества жизни, нежели вот эта борьба за выживание. Как у нас один доктор живет, он живет от чего пациента? Из-за того, что мы лечим? Или у него хватает сил для того, что мы его лечим? Справляться с тем, что мы его лечим. Понимаете? Это действительно вопрос, который вы задаете, он достаточно часто находится на повестке дня. И не только при раке поджелудочной железы, а при всех опухолях. В первую очередь при опухоле ЖКТ. Считается, что если дается назначить химотерапию третьей линии, какая бы эта опухоль ни была, то значит, что это априори индолентное течение болезни. Надо их лечить или не надо? Хороший вопрос. В этом случае проводят рандомизированные исследования. Миллион их уже сделано. Да, сравнение с плацебо. И получают клинически значимую прибавку в продолжительности жизни у этих больных. Практика конкретно этого пациента говорит о том, что у него совсем не индолентное течение. У него болезнь моментально прогрессирует, как только мы заканчиваем лечение. Пациент погиб бы в течение полугода, если бы не проводилось бы лечение. Он имеет нормальное качество жизни. Единственное, что да, вынуждены были для этого снижать ему дозу препаратов. Мы не собираемся перелечивать пациента. Действительно, есть порог, когда лечение следует прекратить. Но есть конкретные примеры, подтвержденные доказательной базой, когда лечение следует продолжать. И вот этот пессимизм при раке поджелудочной железы, я не знаю, может быть, он у вас такой. Но вы посмотрите на результаты исследований последнего адювантной химиотерапии режима фолферинокс. Больных медиана продолжительности жизни почти 60 месяцев. Она выходит на плату. Если это все панкреатиты у французов, там, и канадцев, которые участвовали в этом исследовании, да никогда я в это не поверю. Это не панкреатит и не нейроэндокринный рак. Это самый настоящий протоковый рак поджелудочной железы, где почти половина больных в этом исследовании могут рассчитывать на выздоровление. Потому что после 55 месяцев наблюдения кривая Каплана-Майера для продолжительности жизни у этих больных вышла на плату. Посмотрим, как она дальше будет идти. Но нулевая выживаемость при раке поджелудочной железы осталась прошлым. Если патент сохранный, то есть два равноэффективных режима фолферинокс и гемцетабин с напоклитокселом. Есть возможность ставить порты, двухсуточную инфузию, химиотерапию проводить. Есть возможность, если что, положить по капоте от диареи и нитропини. Пожалуйста, если нет такого возможности надо лечить амбулаторно, то, наверное, стоит двигаться в сторону гемцетабина с напоклитокселом. В среднем состоянии тяжести пациент гемцетабин в монорежиме, тяжелый пациент, никакой химиотерапии, симптоматическое лечение. Скажите, пожалуйста, в отношении релотинибы торцевой вот ранее показания такие были. Отличный препарат, плюс 10 дней в продолжительности жизни. Это как раз то, что не нужно делать, наверное, потому что большая частота диареи это лечение дороже, чем монотерапия гемцетабина. Спасибо. 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 Продолжение следует...